всем привет дорогие друзья мы с вами сегодня пойдем посмотрим на посуду но пока что я просто прохожу мимо может быть я сюда еще вернусь где продаются всякие уже одежки у нас на новый год или на рождество но пойдемте наверх посмотрим что у нас нового в посуде вы знаете я пришла снимать посуду но не могу пройти мимо и не показать вам всего вот этого вот красоты и великолепия которую у нас уже к новому году а вернее в канаде это все делать к рождеству потому что новый год у нас такой праздник 2 по значению после рождества и вот уже елки наряжены и вы знаете мне кажется что это уже давно здесь это не вчера и не позавчера а снимая 1 ноября когда выложу это видео не знаю но посмотрите что 1 ноября у нас уже все 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 готово к рождеству елки наряжены посмотреть какие красивые много-много разных игрушек я прямо не знаю куда мне бежать и за что хвататься в первую очередь все все что хотите в красном цвете в серебряном цвете вот целая целый уголок игрушек серебряных и зеленых вот здесь всякие смешные звери классно а это такое прекрасное время вот это стеклянные игрушки стоит она 7 долларов канадских а вот эта шишка стоит 10 машинка грузовичок с елкой за 13 знаете я не знаю почему но все вот это вот невероятно невероятно приводит в хорошее настроение как-то бодрит и веселит это глупо это всего лишь пластиковые стеклянные стеклянные просто игрушки которые вообще ну вот какие-то деревяшки какие-то смешные гномики тоже сел что ли или что написано 25 процентов 20 вот эти веночки на дверь который у нас вешают на входную дверь вот казалось бы чего цен нету ни на чем я не нахожу вот кажется да ну чего ничего такого но почему-то вот это все я когда это вижу я как ребенок я как будто взрослый ребенок каждый год каждый год я прихожу и с восторгом разглядываю все вот это вот прелесть вы посмотрите ну скажите мне это же глупо да но я думаю что не только я такая тем более что каждый год каждый год они делают что-то новенькое и уж даже не помню что я вам показывала что нет я просто хожу по кругу и в каком-то таком в восторге это все снимаю мы шары какие смотрите какая красота и тут у меня вопрос почему 2023 когда наступающий год 2024 да что прошлогодние они повесили что чтобы они не пропали от смешно вот такая машинка с елочкой когда-то у нас была традиция посмотрите эти вручную расписаны стеклянные игрушки по 13 долларов есть вот такой формы и круглые когда-то у нас была традиция когда дети были маленькие мы каждый год покупали к к новому году мы покупали новую игрушку или даже 2 но потом перестали когда их стало у нас очень много и дети подросли им стало это не очень интересно вот мы до сих пор ставим елку натуральную причем мы по моему ставим ее для себя потому что дети уже действительно взрослые вот но мы сами получаем такое удовольствие от этого хотя это конечно марокко искусственная елка собрал поставил сложил марить нарядил и все с натуральной елки падают иголки и потом ее надо вовремя выбрасывать потому что у нас определенные дни когда ее забирают у нас вот смотрите какая розовая с розово-зеленым а вот такие вот домики пряничные как будто бы у нас принято делать вот эти пряничные домики и делать настоящие из печенья с кремом а здесь видите это имитация их какие же они симпатичные ой какие красивые смотрите боже мой какая какая нежная прелесть вон там какие-то игрушки игрушки конфетки короче говоря я сейчас все 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 обсниму вам и пойдем посуду пойдем посуду совершенно невозможно оторвать глаз они все стеклянные это не пластиковые они не дешевые конечно но есть магазин где можно подешевле купить все это но здесь конечно качество хорошее прикольно про что я говорила я говорила про то что мы ставим елку так вот у нас есть определенные дни после нового года уже в течение там двух-трех недель когда можно эту елку выставить на улице и забирает грузовик но как ее выбросить елку то есть надо в общем ее разобрать к определенной дате то что искусственная елка может стоять у к тяжелый шар может стоять ход до до мая месяца а настоящую елку надо как бы вовремя ее разобрать и вынести на улицу и это немножко заморочка но я вам хочу сказать все равно такая все таки красота какой создает настоящие настоящая елка я в восторге от этих игрушек мне прям так хочется что-нибудь купить но у нас очень много игрушек реально много нам правда не нужно ничего тем более опять же дети взрослые на себе как-то покупать слушать они такие классные это настоящее стекло это все-все-все стеклянные игрушки вот эти 11 эти 13 вот эти 13 эти вообще прям тяжелые шары таки ну это классно здесь у нас тут еще мебель продается в общем это такой большой магазин мультибрендовый мы с вами иногда сюда ходим называется анхатсон бэй канадский очень старый очень старый канадский магазин мухоморчики прелесть вот вам еще какая елка смотрите все они их прямо наряжают а есть ненаряженные вот продается такая елочка стоит 700 долларов 699 вот пожалуйста любуйтесь ну все ребят наверно мы пойдем с вами посуду и встретимся в посудном отделе ну что с продолжение новогодней темы здесь тоже видите тарелочки всякие чашки новогодние посмотрите вот какой красивый набор какие красивые цветы розовые и вот такие вот розовые розовые блюдца и вот такая вот чашка очень красиво вот просто белая посуда однотонная белая и такая немножко разноцветная но очень такие неяркие цвета серая вот тоже вот этого цвета морской волны наборы потом здесь вот наборы тарелок видите какие разные есть такие цветные есть по поспокойнее есть вот такие вот интересных таких расцветок в общем всяких разных есть прямо такого черного как будто знаете как цемент такой вот такие но очень всякие есть просто белая очень популярна кстати у нас белая посуда вот просто без всякого рисунка просто белая посуда видите вот ее много потому что она очень популярна вот эти белая снова посуда вот это не белая она такая пыльной розы ну посмотрите какой интересный краю тарелок ну это по моему фаянс это не фарфор но вот классический цветной чайник и блюдце посмотреть какая прелесть вероятная прелесть невероятная красота но на любителя опять же есть люди которые такую не не поставит не ку 5 и вот посмотрите какая красивая чашка с блюдцем вот они продается в таких вот наборах есть вот такого чай они из разные всякие разных цветов продаются вот таким вот набором чашка с блюдцем это прекрасный подарок особенно вот на рождество любят у нас такой дарить людям какой не знаю что подарить всегда можно подарить пятакая чашка груدة миссе честно я бы тоже не опасалась, потому что это на любителя. Не всем нравится вот такая посуда. Некоторым просто она очень не нравится. Некоторые любят очень лаконичную, поэтому дарить что-то такое чревато. Вот. Вот большие наборы. Просто микаса. Просто белые. Вот видите, белые тарелки. И стоит оно... А, это глаз. В общем, 199 долларов, а стоило 800. Может быть, такое? 40 писав. 40 частей. Бон Чайна. Наверное, это Прайда. Да, да. Стоит 200 долларов, а стоило 800. Вот видите, цена. Вот это вот на него. Вот на этот большой набор белой посуды. Вот такие вот у нас цены. Ну да. Ну, очень много. Видите, однотонной посуды именно. Не цветной, а именно вот такой вот. Вот. Видите, смотрите. То есть, есть, конечно, всякие вот эти вот цветочки и все, но вот, конечно, белая посуда рулит. Хотя, вот опять мы видим для любителей цветочков разных красивых, интересных расцветочек. Вот. Ну, в общем, много всего, конечно, очень много всего. Если такое вот, кто не любит ни цветочки, ни однотонную, можете купить в полосочку. Или чайник в горошек. очень много посуды фаянсовой сделанной в Португалии. Очень много посуды, кстати, у нас из Португалии и из Испании много посуды. Ну, вот такое. Это тоже рождественские жемотины. Вот, смотрите. Все-все Рождество. Рождество. К нам приходит черная посуда для тех, кто любит черный цвет. Классический. Пойдемте посмотрим бокалы и рюмки, которые у нас представлены. Вот эти вот чашки для для коктейля. Известный коктейль Москалмюля делается вот в такой вот чашке. Видите, здесь даже написано, что это для коктейля. Я его, кстати, очень уважаю. Здесь тоже игрушки стоят вместо посуды. Ну, знаете, стаканы, ничего такого особенного в них нету. Мне кажется, что в Айке интереснее снимать. Посмотрите, какие интересные бокалы. В Айке как-то больше, больше разнообразия. Здесь все очень классическое и как-то всего не очень много. Посмотрите. Вот такие вот рюмки. Плохо даже видно. Настолько они. Ну, вы знаете, что я вам скажу? Все эти вещи можно купить дешевле в других магазинах. Это такой магазин, который совсем не дешевый, поэтому здесь, в принципе, честно. Ну, люди, конечно, покупают, но, видите, народу мало совсем. Народ совсем немного. Я вас водила в наш Винерс и показывала. Вот красивый набор, только он закрыт. Видите, какие рюмки? И показывала, почем и что там, сколько стоит. Я покупала своей сестре в подарок бокалы, если вы помните. Вот. А здесь все-все намного дороже, поэтому я думаю, что здесь немного людей, но как бы канадцы по старинке. Многие ходят в этот магазин. На-на, I'm good in. Ходят в этот магазин, потому что здесь как бы, ну, большой выбор. Можно всегда найти вещи самого лучшего качества, поэтому многие сюда приходят покупать. Те, у кого, те, кто не боится тратить много денег на посуду и не волнуются по поводу цен, те приходят сюда. Ну вот, я думаю, что на этом мы с вами закончим, завершим. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно увидеть, что у нас уже все к Новому году готово. Мы уже вот смек, в общем, мы уже готовы праздновать. У нас уже елки наряженные в магазинах. На мое большое удивление, вот здесь вот мебель, я так пройдусь, здесь не буду особенно вдаваться в подробности. Вот, у нас уже елки наряжены, у нас уже все, все полностью, полным ходом готовится, магазины готовятся к Рождеству. И это здорово. Это так, самое лучшее время, это всегда приятно, это всегда красиво. Вот, пожалуйста, вам покажу еще елочку. Я, по-моему, уже снимала сейчас на этой радостной ноте, вот на этом вот фоне вот этой красивой, яркой, радостной все в витрины. Я с вами попрощаюсь, с вами была Дита из Канады, всех люблю, целую, пока, пока, пробей. Субтитры сделал DimaTorzok,